Приемка образовательных учреждений к новому учебному году началась 10 июля. На сегодняшний день более 720 учебных организаций уже готовы открыть свои двери 1 сентября. В рамках предписания обновлены пищеблоки в 14 школах и произведен ремонт и замена оборудования в 15 школах региона. Исключением не стал и Барышский район. В селе Живайкино полным ходом идет подготовка к праздничной линейке. В предстоящем учебном году дети будут получать знания в улучшенных условиях. К прошлогодним изменениям, в числе которых открытие точек роста и капитальный ремонт общих помещений, прибавились и новые. Школа приняла участие в программе поддержки местных инициатив, за счет чего были заменены оконные блоки. А реставрация столовой зоны, актового зала и школьного музея – заслуга местных меценатов, которые вызвались помочь. В связи с реорганизацией школ в соседних селах МОУ «СОЖ Живайкино» стала одним юридическим лицом, которое объединило две школы и детский сад. По новым нормативам мы просчитывали 380 мест, которые могут поместить в себя это здание. Проблемы у нас не возникают. Правда, на сегодняшний момент мы просчитываем по всему поселению 102 человека. 102 ребенка, которые должны прийти в эту школу. Учебная организация располагает двумя автобусами, которые в образовательный период забирают детей из соседних населенных пунктов на занятия, а после учебного дня разводят их по домам. Общее количество учеников на подвозе – 60 человек из шести близлежащих сел. Оксибрина Махрова – мама одной из учениц. Семья живет в соседней Киселевке, однако расстояние в 7 километров значительных неудобств не доставляет. Женщина признается, что даже при условии открытия новой школы ближе, предпочтение было бы отдано уже родной Живайкинской. В нашей школе все условия созданы для того, чтобы занимались наши дети здесь. И я не вижу, например, смысла пока переходить в другую школу. Нас все устраивает, у нас очень хороший ремонт, столовая, где детей хорошо кормят. Большой акцент учреждение делает и на родной культуре. Наряду с русским языком здесь изучают и мордовский. Дети участвуют в различных конкурсах и представляют свою культуру. А обновленный музей – кладезь декоративно-прикладного искусства. Помимо новых учеников, школа откроет двери и учителям, которые вследствие реорганизации перевелись в Живайкино. Да, ко мне обратились учителя с вопросом трудоустройства. Их волновало, их дальнейшее будущее, где они будут трудоустроены, где они будут работать, давать детям знания, поэтому им было предложено работать в Живайкинской школе. Каждый учитель, как работал, какая нагрузка у него была, такая ему и так и осталось. В общей сложности педагогический состав пополнило семь преподавателей. Это учителя биологии, химии, русского литературы, физики, а также два учителя начальных классов, которые вместе с детьми будут подвозиться на школьном автобусе. Вместе с детьми, конечно, удобно есть, когда автобус подъезжает, возит и привозит. Очень удобно. Безусловно, новые изменения благоприятно скажутся на учебном процессе. Но это еще не все. В планах на ближайшее будущее замена кровли и возрождение пришкольной территории. Мадина Исмаилова, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.